Доброе упорядкование у Гомеля зауседы наделяли великую увагу. Недаремно за опошние пять годов наш город тройше становился переможцем республиканского конкурса по санитарным станам населенных пунктов. Про опошнюю перемогу стало вядомо зусим недавно, коли подвели выники 2015 года. Носить звание лепшого, конечно, приемно. Олег, а по тримации у лидерах необходимо постоянно працовать и укладывать в эту работу немалые гроши. Так, летость только на проведение у належных стан дорожного полотна у Гомеля накеровали 115 миллиардов рублей. Немалые сродки укладывают и у повеличения колькости мест для парковки. Летость на центральных улицах города их стала на полторы тысячи больше. Не забывают и про экологию. В этом году высадили больше за 4000 кустарников из выше 3500 древов. Учитывая, что с каждым годом экологическая обстановка усложняется на центральных магистральных улицах, где очень интенсивное движение транспорта. Мы следуем рекомендациям института леса, который у нас есть в городе Гомеле. Мы предпочитаем линейные посадки таких деревьев, как липа, клён. Ива хорошо у нас произрастает. Не отстают у справок наведения парадку и регионы. У республиканским огляде конкурсе у своих категориях самыми доброупарадкованными признаны так само Наролля, Ельск и вёска за шире Ельского района. У этих населенных пунктах проведена великая работа по наведению парадку. Например, у Ельску полностью заменили дорожное полотно у центральной шассы города. Провели капитальный ремонт будинка у социальной сферы, увели в эксплуатацию новые пудовые. Всё лето работы по доброупарадковане у регионе будут протягнуты. Особливая увага Рогачёву, який рыхтуется до дня белорусской письменности. В Рогачёве большая работа проводится, как я уже говорил, по уличной дорожной сети. Будет расширено до четырёх полос центральной улицы Ленина. Будет проводиться ремонт фасадов жилых зданий, благоустройство и зеленение скверов города Рогачёва, центральных площадей. Также будет проводиться реконструкция освещения, также места отдыха будут приведены в порядок. И для того, чтобы, говорю гражданам, красиво провести этот праздник на высоком уровне и остался гражданам вот такой красивый, прекрасный город после этого мероприятия. Настасья Кучинская, Максим Славин, Телерадио, компания «Гомель».